Добрый день! Сегодня только 125 лет назад российский инженер Александр Николаевич Латынин получил патент на изобретение лампочки накаливания. Лампочка Латынина горела в целый час, в то время как зарубежные аналоги того времени сгорали мгновенно. Так, 125 лет назад российская лампочка оказалась самой долгоиграющей лампочкой в мире. Дорогие друзья, добрый день! Если вы хотите рассказать нам о чем-нибудь интересном, звоните, пожалуйста, наши телефоны к вашим услугам. Итак, телефон в студию 217-45-33, телефоны редакции 217-97-14 и 217-96-82. А если вы хотите увидеть свое сообщение в бегущей строке, пожалуйста, присылайте их к нам на пейджер 9386294 для абонента «Сегоднячка». Добрый день! «Сегоднячка» в нашей программе. Недавно из Америки в Россию вернулся знаменитый певец 60-х годов Вадим Муллерман. Сегодня он гость нашей программы. А сейчас наша рубрика «Герой дня без портфеля». Хмуриться не надо, лада. Что-то случилось этой зимой. Трус не играет в хоккей. Эти и другие песни в исполнении Вадима Муллермана были шлягерами 60-х. А потом вдруг певец внезапно исчез с экранов телевизоров. Более 20 лет он провел за рубежом и вот совсем недавно вернулся на родину. Сегодня Вадим Муллерман – гость нашей студии. И вы сможете задать ему вопросы по телефону 217-45-33. Но сначала песня. В народе есть обычай, в минуту расставания. Ни слова о разлуке произносить нельзя. И о грядущей встрече, о будущем, свидании Беседую с улыбкою друзья. Сегодня нам прощаться, мы тоже расстанемся. Ты остаешься дома, лечу я далеко. О, мы шутим и смеемся, но нам обоим очень нелепо. Как в первый раз сегодня твои целую руки, И мы в глазах друг в другу, как в первый раз глядим. Пожалуйста, ни слова о разлуке, О встрече давай поговорим. Итак, у нас в гостях Вадим Иосифович Муллерман, певец, режиссер, ведущий и музыкальный редактор музыкальных программ на русско-американском радио WMNB. Правильно я прочитал? Здравствуйте, Вадим Иосифович. Здравствуйте. Сейчас я дочитаю еще. Художественный руководитель Харьковского театра имени Клавдии Шульженко, художественный руководитель израильского фестиваля звезд российской эстрады 60-х, 70-х годов. Родился в Харькове в 38-м году в семье рабочих. Отец-строитель, мама-домохозяйка. Вадим Иосифович, в 60-х, 70-х вы просто гремели по стране. То есть ваша популярность могла сравниться, ну, я не знаю, с популярностью Магомаева, Кобзона. И вдруг вы исчезаете. Слухи ходят, что вы уезжаете то ли в Америку, то ли в Израиль. Так куда вы тогда уехали и почему? Дело в том, что я вообще в то время никуда не уезжал. Просто меня закрыли. В общем-то, разлучили с моими зрителями, телезрителями, радиослушателями. Я был в Москве, в стране. И уехал я буквально 9 лет назад. И то я там не как иммигрант, я просто работаю на радио и телевидении. И являюсь гражданином России. То есть, получается, что вы пребывали в Забвении тут 15 лет? Больше. Даже больше? 26 лет. Чем занимались это время? Работал. Работал не на центральных площадках. Ездил по всему Союзу. Кстати говоря, везде, где бы я ни был, были переполнены залы. И я, в общем-то, благодарен своим слушателям за память, за любовь. И за то, что они мне верили и верят. И до сих пор, куда бы я ни приезжал, с гастролями. Вот я сейчас недавно был опять в Израиле. Месяц. И все переполнены из залов. К сожалению, в России мне сегодня не удается устроить концерты, поскольку я оторван уже от новых молодых продюсеров. Они меня, наверное, не знают или знают по рассказам своих родителей. Может быть, сегодня вспомнят. Вадим Иванович, я слышал, что у вас были большие трения с тогдашним председателем гостелерадио Лапиным. И говорят, что именно он, так сказать, поспособствовал тому, чтобы ваш голос исчез с фонограмм, тому, чтобы ваше лицо исчезло с эстрады. Так ли это? И что произошло? Да, это так. Просто мои некоторые коллеги, я не буду называть их фамилии, поскольку они сегодня живут и здравствуют, и дай бог им здоровья, постарались сделать так, чтобы господин Лапин, товарищ Лапин, узнал о том, что я в концертах своих пою несколько еврейских песен. Поэтому, поздравляя комитет радио и телевидения с наступающим 71-м годом, он сказал, что обойдемся в следующем году без мулерманов и мундрусов. Это была, в общем-то, так сказать, его программа. Он увольнял очень многих евреев из аппарата. Многие судьбы погубил людские. И я вышел с ним на разговор как-то, будучи на фирме «Мелодия», записывал пластинку и позвонил секретарю на предмет того, чтобы она назначила мне аудиенцию с Лапинами. И вдруг он взял трубку. Я ему задал вопрос, Сергей Георгиевич, почему вот уже несколько лет вы не показываете, не разрешаете показывать меня на телевидении? Он говорит, дело в том, что вам надо петь еврейские песни, а не советские. Ну, о том, что тогда в гостелерадио и не только, я знаю, филармонии, в общем, антисемитские настроения были сильны ни для кого не секрет. Однако, все-таки, сколько людей сумели прорваться через эту стену? Ну, зачем мы все время говорим «кобзон»? Кобзон совершенно... Кто угодно, там, Райкин, ну и масса-масса-масса талантливых людей. С Райкиным было очень сложно, очень тяжело. В чем дело? Почему одним удавалось, другим нет? Неужели причина вот только в том, что достаточно было несколько раз исполнить еврейскую песню? Ну, во-первых, когда он мне сказал об этом, я просто сказал, что он фашист. И этого было достаточно для того, чтобы он мне ответил на это, что пока я жив, вас на экране телевидения и в эфире не будет. Ну что ж, вы мужественный человек. Действительно мужественный человек. Скажите, пожалуйста, пытался ли вам кто-то помочь? Хоть вам симпатизировал кто-то? Я слышал, Фурцева пыталась как-то мешаться. Я благодарен Екатерине Алексеевне за то, что она единственный человек, который не дала меня в обиду. И был, в общем-то, такой, знаете, не то что запрет, а негласный такой запрет. Раз Лапин так сказал, то появился черный список на всех радио- и телевизионных студиях о том, чтобы не снимать меня, не занимать ни в каких телевизионных передачах. И многие директора филармонии отказывались меня принимать на гастроли. И только Фурцева, вызовав меня, спросила, в чем дело. Я объяснил, она говорит, по моей линии я сделаю все, чтобы ты остался жив, как артист. Так что я ей благодарен. К сожалению, через некоторое время она ушла из жизни. И на этом, в общем-то, все остановилось. Возможно, было бы, я бы, как вы говорите, и выстоял бы. Но выстоять было сложно. Ну что же, у нас звонок. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Безумно рада вас слышать, потому что вы кумиром были в моей молодости. Я ваша ровесница. Я рада, что выжили и пережили все те трудности, которые пришли, кстати, на вашу долю. Но теперь про вас я что-то узнала. Вот мне интересует ваш дуэт с Вероникой Кругловой. К сожалению, ничего не слышно про нее. Как ее жизнь сложилась? Вместе ли вы? Я вас понял. Спасибо. Вероника Круглова, бывшая моя супруга, работала со мной в концертах. Мы делали очень много дуэтов. Это был один из лучших на то время дуэтов в стране. Но потом, через энное количество времени, к сожалению, наши пути разошлись. Фактически она меня лишила возможности иметь крышу над головой в Москве. Когда я уехал в Америку, по контракту здесь она продала квартиру. И вот сейчас я занимаюсь тем, что восстанавливаю свои какие-то права на жилье в Москве. То есть судитесь? Да, в общем-то суд уже вынес решение о том, что, так сказать, все мне вернуть. Но эта квартира уже два или три раза была перепродана. И поэтому сегодня очень сложно решать эти вопросы. Но я думаю, что мы решим этот вопрос. Живет она сейчас в Америке, в Сан-Франциско, с моей дочерью Ксенией. Отношения поддерживаете? Только с дочкой. Только с дочкой. Ну что ж, вот так получается, что как-то вот жизнь развела вас и с коллегами, и с бывшей семьей. Сейчас, в сегодняшней вашей... Сейчас у меня прекрасная семья. Замечательно. Прекрасная семья и маленький ребенок ей годы четыре месяца. Девочка, да? Девочка. Прекрасно. Марина. Вот в сегодняшней вашей жизни, что вообще наполняет вашу жизнь, кроме новой семьи? Чем занимаетесь? Ну, сегодня, во-первых, работаю в Америке на русском радио и телевидении. Я еще, значит, по просьбе властей Харькова, губернатора и мэра города, сейчас возглавляю театр имени Клавдии Ивановны Шульженко, нашей землячки, харьковчанки. Ну, Харьков когда-то выдавал очень много хороших артистов, как говорят, в шахтерском таком выражении на гора. Вот. И это и Людмила Гурченко, это Жора Мавсусян, это Алексей Петренко. В общем, я могу назвать очень много имен знаменитых, которые жили и учились, работали в Харькове. Вот пока вот... То есть вы разрываетесь между Америкой и Украиной? Пока, да. И как только я решу свои жилищные проблемы, я тут же вернусь домой. Владимир Иванович, вы первый исполнитель песни «Трус не играет в хоккей». Да, да. А кто все-таки песня продолжала звучать и звучит поныне? Кто потом все-таки стал ее петь? И кто эти люди, почему они согласились после вас ее исполняли? Вы знаете, была очень интересная ситуация, когда хоккеисты приехали, мы с Пахмутовой сидели в студии, и буквально к их приезду была написана эта песня, вот, и мы ее исполнили. Через некоторое время эта песня стала гимном наших хоккеистов, и хоккеисты привыкли к моему голосу, вот, как бывает, знаете, вот привыкаешь к первому исполнению. А действительно ли, что когда ваш голос убрали с фонограммы этой песни Пахмутовой, они даже не хотели выходить в ее? Да, да. Значит, позвонил мне Николай Николаевич Озеров и говорит, Вадим, что ты там натворил, почему, мол, в эфир не дают твой голос? Дали сначала голос Хиля, потом запротестовали хоккеисты, дали голос мальчика из хора, мальчиков, вот. А потом хоккеисты согласились выйти только тогда на лед, когда они сказали, знаете, что, если вы не даете голос Малермана, дайте нам просто фонограмму. И шла чистая фонограмма марша. А все-таки ведь Вадим Пахмутов был, вы знаете, такой могущественный человек, она вам ничем не помогла в той ситуации? Ну, вы знаете, я, в принципе, никогда никого ни о чем не просил. И даже имея выходы вот в те годы на очень высокие кабинеты, я никогда ни о чем не просил. Ну, наверное, может быть, другой человек на моем месте воспользовался бы этой славой, и связями, и знакомством. Я не пользовался этим и никого не просил. Даже когда Утесов заболел и попросил меня возглавить Государственный оркестр РСФСР, ну, на время его болезни, на полгода, то я ему так в шутку сказал, я говорю, Леонидович, может быть, вы поговорите с Лапиным, может быть, он вернет меня на экран. Он говорит, ну, как же, Вадим, ну, как это получится, что еврей защищает еврея? Я говорю, Леонидович, я не вижу, что вы еврей, вы просто Утесов. Скажите, Вадим, очень странно было заявление Утесов. Ну, людей, которые вам помогли, скажем так, покинуть эстраду, вы называть не хотите. Ну, что же, это, так сказать, может быть, вы и правы. Но вы можете назвать людей, которые были с вами солидарны. Хоть кто-то за вас вступился из коллег, кто-то пытался помочь. Вот, вы знаете, в то время невозможно было, вот как Кобзон, когда у него произошли неприятности, он собирал подписи выдающихся мастеров искусства и все. В то время я не имел права этим заниматься и не имел права подставлять своих коллег, потому что это грозило увольнением, этого грозило, в общем, страшными последствиями. Поэтому были люди, конечно, я могу назвать, кто меня поддерживал из... Я в основном, хоть я на эстраде работаю, я в основном дружил с актерами драматическими. И Женя Евстигнеев, и Коля Караченцев, и Антоле Ромашин. Я могу еще назвать Олег Янковский, и Евгений Леонов. Это были те люди, с которыми я общался в это время, которые не давали мне, в общем-то, как-то согнуться. А в основном, в основном, со мной всегда был вот мой друг. К сожалению, я узнал сейчас, два месяца назад, о том, что он умер. Вот, всегда был со мной мой друг, конферансье, прекрасный артист Евгений Анатольевич Кравинский. Ну что ж, спасибо всем этим людям, а тем, кто, наоборот, вам мешал, пусть это останется на их совести. Пусть это останется. У нас звонок, слушаем вас. Алло, да, добрый день. Вам звонят из Евпатории главный врач республиканского детского санатория «Чайка». Я, моя фамилия Кофельд, Александр Матвеевич. Недавно Вадим Иосифович побывал у нас в гостях и выступал перед детьми. Я вообще должен сказать, что мы рады, счастливы видеть его на экране телевизора. Он прекрасный, великолепный человек и певец, но самое главное, то качество, которое обладает далеко не каждый артист. У него благодарная память. И поэтому, даже приезжая, живя в Америке, приезжая в Союз, он никогда не забывает приехать и порадовать наших детей. Его сейчас смотрят дети, санатория, коллектив. Мы его любим, желаем ему счастья. И дай Бог, чтобы таких певцов на нашей эстраде было побольше. Счастья, Вадим. Спасибо, Александр Матвеевич, спасибо большое. Думаю, это очень приятный звонок. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим. Я напоминаю, что у нас в гостях Вадим Иванович Мулерман, звезда эстрады 60-70-х годов. Человек, который 9 лет не был на родине, жил в Америке и вот сейчас в процессе возвращения. Вадим Иванович, вот вы вернулись. Как вам родина представляется? Впечатления? Впечатления. Москву вообще не узнал. Вот, очень расстроилась, красивая стала. Очень много районов красивых. Немножко люди другие стали. Может быть, это естественно, поколение уже сменилось. И мне сложнее здесь, чем, предположим, я себя чувствую на Украине, в Харькове. Ностальгия есть? Есть. Вот по любителям, по докторской колбасе. Есть, есть. По пабирозам прямо. Я вам больше скажу. Я отсюда всегда в Америку везу самогон и черный хлеб. Вот. Так что, кроме самогона, я ничего не пью в Америке. Идите квашеную капусту, наверное, да? И сало. Вадим Иванович, скажите, пожалуйста, вот вторая песня, которая на слуху даже у современного поколения, кроме трус не играет в хоккей, это «Хмуриться не надо ладо». И вот вопрос нашей телезрительницы Светланы Федовны. Кто был первым исполнителем песни «Хмуриться не надо ладо» и как родилась эта песня? Это вопрос ко мне. К вам, конечно. Ну, естественно, я. А как родилась? А родилась она, значит, поэт Михаил Плецковский и композитор Владимир Шаинский позвонили мне и попросили приехать послушать песню, которую они для меня написали. Когда я послушал песню, я сказал, что давайте быстренько, значит, ее запишем, потому что она настолько годится, вот, в огонек, который готовился к выпуску, что мы принесли на художественный совет, и была такая заминочка, сказали, опять же сказали, как это так, три еврея, и опять, значит, Да еще и поют песню. Да еще и поют песню «Лада», да. Но потом там еще была строчка, если помните, «Нам столетие не преграда». Но там «Столетия не преграда», а все решили, что это было в год столетия Ленина. С 70-й, да? С 50-й, да. И вот к этому придрались. Но я все-таки поехал в Харьков, в то время еще практиковалось так, чтобы огоньки проводили в разных городах страны. И вот в Харькове был огонек, и я приехал туда и спел на огоньке, и на следующий день ее уже пела вся страна. Владимир Васильевич, а вот если с эстрадными песнями так много проблем, почему вы в оперу не пошли? В оперу? У вас же оперное образование. Ну да, в принципе, я, даже будучи студентом в консерватории, уже спел и партию Фигеров в «Свадьбе Фигера» Моцарта, партию Сережки Теренина «Молодой гвардии» Мейтуса, и партию Писаря в «Опере Лысенко-Утоплено». Но, в принципе, я настолько попав уже служить в армию в ансамбль киевский, настолько полюбил песню, что решил для себя, что я буду все-таки связывать свою жизнь с песней. Ну что ж, у нас звонок, пожалуйста, говорите. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Да, алло. Вы меня слышите? Да. Вас беспокоит Неля Гурстива. Мы недавно приехали из Израиля, мы сейчас находимся в Москве. Вадим, мы вас недавно видели в Израиле, выдавали концерт. Да, очень. Вы даже не представляете, сколько радости вы привнесли на землю обетованную, сколько слез там пролили люди, которые сидели в зале, которые до сих пор имеют ностальгию, хотя они говорят, что они прекрасно устроены, но все равно ностальгия в сердце нам придется. Все равно все скучают. Сколько бы мы там не были, все равно мы все время помним Родину, и вы, наверное, это заметили по лицам сидящим в зале. Но я хотела бы вам пожелать всего хорошего, и очень мы вас будем ждать еще, когда вы к нам приедете. Спасибо. В декабре месяце вместе со всеми моими коллегами. Там какой-то концерт планируется, да? Там будет фестиваль, вот именно звезд 60-х, 70-х годов. Приглашен Магомаев, Синявская, Хиль. Приглашен еще Эмиль Горовец, который проживает сегодня в Америке. В общем, много исполнителей тех лет популярных. Да, будет интересно. Очень интересно. Уже интерес вызвал этот фестиваль. Он анонсируется. Надеюсь, что он пройдет успешно. Потому что я волей судьбы оказался художественным руководителем этого фестиваля. По просьбе организаторов этого фестиваля я должен назвать эту фирму. Фирма «Паритет», возглавляемая Геннадием Касановским. Это прекрасные совершенно люди, прекрасно порядочные люди. Очень красиво всегда поступают по отношению к актерам. И я думаю, что этот фестиваль они проведут на высоком уровне. У нас осталось буквально три минуты до конца эфира. Постараемся за эти три минуты сказать самое главное. Пожалуйста, на звонок мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Я обращаюсь к Вадиму Иосифовичу. Он будет приятно удивлен. Я вот включил телевизор. Фамилия моя Матаев. Зовут меня Эраст Иосифович. Это сын Иосифа Матаева. Сын Иосифа Матаева. Руководителя дагестанской лезгинки. Я вас видел в далеком детстве. Желаю вам процветания на этой земле. Я в редакторе оставлю свой телефон. Буду ужасно рад вас видеть. Спасибо большое. У нас сегодня просто эфир встреч со старыми друзьями. К сожалению, люди, звонящие, желают самого наилучшего. Вопросов не задают. Поэтому я спрошу. На сегодняшней эстраде российской вам что-нибудь нравится? Кое-что нравится. Кое-что нравится. А именно? Ну, на сегодняшней эстраде, я не знаю. Я не хочу никого обидеть, но в принципе... Но вы кого-нибудь похвалите. Похвалить. Ну, я могу похвалить, во-первых, Леонтьева. Во-первых. Хотя он и не относится к самому молодому поколению. Тем не менее, он... Эта планка настолько высока, что нашим молодым исполнителям хотелось бы пожелать достигнуть этой... А еще? Вот кого-нибудь из новых действительно вы можете назвать? Из новых так много и так много одинаковых. Затрудняюсь сказать, но я думаю, что из певиц... Из певиц я бы отметил, наверное, все-таки Аллегрову. Интересно. Интересно, да. Я не думаю, что мое мнение... Это мнение в последней инстанции. Нет, но мы прислушиваемся к вашему мнению, как к мнению профессионала. У нее есть очень много плюсов. Хотя она где-то... Ну, я не говорю о Ларисе Долиной, которая выше похвал выглядит. Хорошо. Мы благодарим нашего гостя, благодарим вас, уважаемые телезрители, за внимание. Прощаемся с вами до вечера. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok